Привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Олеся Медведева, и в этом видео обсудим, а что там происходит в Приднестровье. Буквально недавно прошла новость о том, что 28 февраля состоится съезд депутатов всех уровней в Приднестровской Молдавской Республике. И что, мол, результатом этого съезда станет прошение к Российской Федерации о присоединении. Но давайте с вами разберемся прямо сейчас, а что же на самом деле происходит. 19 февраля появилось заявление президента непризнанной республики Вадима Красносельского о необходимости созыва съезда депутатов всех уровней в ответ на, как он выразился, давление со стороны Молдовы, нарушающее права и ухудшающее социально-экономическое положение приднестровцев. Красносельский говорит, что Кишинев пытается экономически на Приднестровье надавить. С 1 января этого года отменен режим беспошлиного ввоза товаров в непризнанную республику. Теперь поставщики должны выплачивать пошлины в бюджет Молдовы. Как утверждает приднестровская сторона, это произойдет впервые за все время существования республики. В Кишиневе же заявляют, что эти деньги от пошлиных сборов будут потрачены на социальные нужды приднестровцев. Но в руководстве ПМР это опровергают и говорят, что расходы на социалку взял на себя, мол, бюджет республики. Их министр иностранных дел Виталий Игнатьев заявил в СМИ, как эти пошлины, которые идут в бюджет Молдовы, связаны с социальными выплатами в Приднестровье. Никакой связи нет, это дополнительное обременение, это давление на предприятия и людей, сказал он. По предварительным подсчетам приднестровских таможенников, бюджетные потери от этих новых сборов от Молдовы составят примерно 16 миллионов долларов в год. Кроме того, власти ПМР обвиняют Кишинев в блокировании ВОЗа, медикаментов и медоборудования. Решить эту проблему за счет доставки, например, товаров из Украины нельзя. Поскольку Киев прекратил любые официальные связи с Приднестровьем после 24 февраля 2022 года, опасаясь, что там на их территории находится российский контингент. И Кишинев, судя по всему, решил воспользоваться этой, так сказать, полублокадой, чтобы, так сказать, усилить курс на интеграцию республики в экономику Молдовы. Ну и этот съезд в Террасполе планируется в качестве ответки Кишиневу. Депутат Верховного Совета Приднестровья и политолог Андрей Сафронов говорит, Кишинев полагает, что уже схватил нас за бороду. Им кажется, что несмотря на все ранее подписанные договоренности, сейчас приднестровцы попали в такое кольцо, когда надо их давить и плевать на то, о чем раньше говорилось. Наша задача, то есть с помощью съезда, доказать, что они очень круто ошибаются. Ну и Сафронов говорит, что важно дать ответ, поскольку Молдова может еще что-то придумать. Тут, конечно, стоит отметить и вспомнить, что отношения между Приднестровьем и Молдовой после вооруженного конфликта 1992 года были совсем не такими, как у Украины, как у Киева и ЛДНР. Я здесь имею в виду в период Минских соглашений. Кишинев и непризнанная республика вполне себе мирно уживались. Приднестровские предприятия работали, экспортировали свои товары по сертификатам, которые были выданы Молдовой. Границу никто не закрывал, у многих приднестровцев есть молдавский паспорт, все с этим как бы вот так. Электроэнергию тоже Приднестровье производит, которую активно пользуются Кишинев и другие молдавские населенные пункты. Бывали некоторые обострения, например, в 2006 году было такое, но как-то все равно быстро договаривались и все сходило на нет. О военном пути решения приднестровского вопроса на официальном уровне в Кишиневе практически никто не говорил. Были там какие-то отдельные высказывания, но это было чье-то там личное мнение. Но сейчас Молдова, судя по всему, решила резко ужесточить экономические, так сказать, правила игры для Приднестровья. Постепенно принуждая непризнанную республику к интеграции в правовое поле Молдовы. И нынешние меры, судя по всему, далеко не последние. Кроме того, касаются они ведь не только экономических вопросов. Журналист Владимир Соловьев в статье для сайта Корнеги Центра пишет, в начале 2023 года молдавский парламент принял поправки, вводящие уголовное наказание за сепаратизм. Под новую статью можно подвести практически любого приднестровского чиновника. О возбуждении по ней дел ничего не известно, но последствия уже есть. Приднестровские чиновники, особенно первого эшелона, стали избегать поездок на территорию Молдовы, контролируемую центральными властями. Далее, в начале 2024 года вступил в силу новый таможенный кодекс Молдовы. Он изменил существующую десятилетиями реальность, когда приднестровские компании были освобождены от сборов за таможенные процедуры при импорте-экспорте. То есть, теперь они должны платить таможенные сборы и в молдавский, и в приднестровский бюджет. Соответственно, это новшество стало главной причиной того, что Тирасполь решил созвать съезд депутатов всех уровней. Между тем, в плане действий молдавского правительства на 2024 год значатся дальнейшие нововведения, которые вряд ли понравятся Приднестровью. Например, Кишинев намерен запретить движение автомобилей с приднестровскими номерами. То есть, приднестровским автомобилистам придется получать либо молдавские номера, либо ранее согласованные с Молдовой номера нейтрального образца. В Тирасполе всерьез опасаются, что вслед за таможенными пошлинами Молдова решит взымать НДС, ведет акцизы на топливо, алкоголь, табак. А кто собирает налоги, тот и власть. То есть, в целом, ситуация между Тирасполем и Кишиневым имеет тенденцию к обострению. Если стороны не смогут договориться по таможенно-торговым вопросам, то есть риск блокады ПМР со стороны Кишинева, который просто не будет на свою территорию пропускать товары из непризнанной республики. А это, в свою очередь, конечно, уже переведет конфликт совсем на другой уровень, который будет тогда уже чреват не только экономической войной. В связи с серьезностью ситуации вокруг этого съезда депутатов стало появляться все больше и больше слухов. И главный из них, как я уже сказала в самом начале, о том, что Приднестровье попросит Россию присоединиться к ней. Запустил этот слух оппозиционный приднестровский активист Геннадий Чорба. На своей странице в фейсбук он написал, что на форуме должна быть озвучена просьба жителей Приднестровья принять республику в состав Российской Федерации, на что 29 февраля как-то отреагирует Путин в своем обращении к Федеральному собранию. Чорба утверждает, что Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить поступившую просьбу. При этом организаторы будут ссылаться на референдум 2006 года. По его словам, цель данного решения дестабилизация обстановки в Молдове в целом и на границе Украины с Молдовой, на Приднестровском участке в частности. Нужно поджечь как можно больше территорий вокруг Украины, заявляет активист. Не совсем понятно, конечно, кому именно это нужно, по мнению Чорбы, но вот так как есть. Однако тот же Сокронов опровергает возможность такого хода событий, говорит о том, что этот слух запустили, чтобы отвлечь внимание от экономических проблем, которые сейчас есть между Приднестровьем и Кишиневым. Например, российский коммерсант еще со ссылкой на одного из парламентариев непризнанной республики и двух собеседников из местной власти говорит, что Приднестровье 200% не будет проситься в состав России на предстоящем съезде депутатов. Неназванный парламентарий заявил, я вам не 100, а все 200% даю, что не будет никто говорить о включении Приднестровья в состав России. По его словам, опять же таки, цель назначенного на 28 февраля съезда – известить мир о давлении со стороны Кишинева. Опровергают намерение присоединиться к Российской Федерации и наши источники в приднестровских политических кругах. Источник говорит, мы хотим обратить внимание международного сообщества на агрессивное в экономическом плане действие со стороны Кишинева, который даже медикаменты к нам не пропускает. О том, что там будет рассматриваться вопрос о присоединении к России, мне ничего не известно. Никаких распоряжений по этому поводу не поступало. Подготовительной работы и информационной кампании в данном направлении также не ведется. Также стоит отметить реакцию Украины на эти слухи. На недавней пресс-конференции Владимира Зеленского, которую мы с вами разбирали в выпуске, в воскресенье, кстати, если не смотрели обязательно посмотрите, Зеленский сказал, что не совсем уверен, что у Тирасполя есть планы по присоединению к РФ. Кроме того, бывший украинский нардеп, исполнитель и директор института будущего Вадим Денисенко написал в блоге для издания «Думская», что незадолго до анонса о съезде состоялись контакты МИД Украины с Красносельским и вице-премьером Молдовы по вопросам реинтеграции Олегом Серебряным. По информации Денисенко говорилось о проработке вопроса возобновления консульских услуг в Приднестровье. Ну и наши источники тоже подтверждают контакты между украинским МИДом и МИДом ПМР. То есть, исходя из этого, контакт между Киевом и Тирасполем имеется. И у осторожной позиции Киева по Приднестровью есть, конечно, свои причины. И, безусловно, они связаны с войной. Мы с вами ранее уже неоднократно обсуждали возможность вступления Приднестровья в эту войну, конечно, на стороне России. Также мы с вами обсуждали возможность того, что Украина теоретически по просьбе Молдовы может пойти, так сказать, разбираться с ПМР, чтобы ликвидировать непризнанную республику. И чтобы эти территории вошли полноценно в Молдову. Но почему это не случится и почему это практически не представляется? Возможно, мы с вами тоже неоднократно уже обсуждали. Для России теоретический, опять же таки, смысл был только в том, чтобы оттянуть, так сказать, на борьбу с ПМР часть украинских сил. Но при этом в любом случае Российская Федерация, особенно после того, как они ушли справа в оперег от Днепра, в Украине помочь бы Приднестровье не смогла. У них нет общих границ. И поражение непризнанной республики, где сейчас находятся от силы, ну, 2000 российских солдат и 20000 местных силовиков, было бы предрешено. А оттягивание украинских сил как-то сильно бы, особо как-то на ход боевых действий вряд ли повлияло бы. И таким образом, важнейшая для Российской Федерации база на границе Украины и Молдовы было бы потеряно. Плюс это стало бы огромным имиджевым уроном для Москвы. Задействовать Приднестровье в войне против Украины для Российской Федерации было бы резонно, скажем так, только в одном случае, если фронт бы подходил к Приднестровью. Тогда бы ее участие в боевых действиях могло бы иметь достаточно большое значение на этом участке. Но сейчас ведь фронт находится в сотнях километров от ПМР, на левом берегу Днепра. Для Украины также нет какого-то особого резона по своей собственной инициативе начать операцию против Приднестровья. Туда надо было бы отправлять несколько десятков тысяч солдат. Где-то их надо брать, отвлекать их с других участков фронта. Тем более, что сопротивление в Приднестровье, где сильны пророссийские настроения, и есть пусть и небольшая, но тем не менее армия с довольно немалыми запасами оружия, в общем, противостояние могло быть вполне себе и весьма ожесточенным. Ну и, конечно, для того, чтобы начать какую-либо операцию в Приднестровье, надо Украине было бы, скорее всего, получить разрешение Молдовы. Поскольку эту территорию Молдова считает своей по конституции. А Кишинев опровергал силовой способ возвращения контроля над Приднестровьем. То есть, условно говоря, для обеих сторон игра не стоила свеч. Кроме того, и само руководство Приднестровья во главе с Красносельским, понимая перспективы, вряд ли бы хотели вступать в войну. Но сейчас, из-за того, что отношения с Кишиневым обостряются, ситуация накаляется в целом. И если вот этот торгово-экономический вопрос и другие вопросы, которые будут возникать, не решатся, тогда ситуация может стать, конечно, взрывоопасной. Вопрос лишь в том, до какого уровня дойдет эскалация и на чем все остановится. Во многом это станет понятно по результатам съезда, который состоится 28 февраля. И с той риторики, которая будет там звучать. А также от того, как на все это будут реагировать в Кишиневе. Украинский политолог Руслан Бортник так комментирует ситуацию. Приднестровье всегда было этаким якорным фактором молдавской политики. Оно должно было тормозить движение Молдовы в западном направлении. При бескомпромиссном курсе команды Санду на членство в ЕС и НАТО обострение с Тирасполем было неизбежным. Да, сейчас оно носит экономический характер, однако политическую составляющую противоречий не уберешь. Кишиневу так или иначе придется решать вопрос Приднестровья, если он хочет войти в западные альянсы. А Приднестровью, зажатым между Украиной и Молдовой, думать о своем будущем. Возможно, пока в Приднестровье будут делать ставку на проигрыш Майи Санду в грядущих президентских выборах, которые состоятся в Молдове уже этой осенью. Возможно, они будут надеяться на то, что к власти придет пророссийский кандидат. Но стоит отметить, что на самом деле поражение Майи Санду не гарантировано. И кроме того, эскалация может начаться еще до выборов и даже стать элементом избирательной кампании. Хотя, опять же таки, насколько этот момент будет Санду выгонен, это, конечно, вопрос открытый. Все равно большинство жителей Молдовы за мир, а не за силовое решение Приднестровского вопроса. Но так или иначе, если дело действительно дойдет до блокады Приднестровья со стороны Кишинева, то нельзя исключать любых вариантов. В том числе, может быть, даже и вооруженный конфликт. Опять же таки, с сложно предсказуемыми последствиями и для Молдовы, и для Приднестровья. Что касается Украины, то сейчас ей еще одна очередная горячая точка, только вот на юго-западной границе, совсем не нужна. На фронте ВСУ сейчас острый дефицит личного состава. И отвлекать подразделения туда, на Приднестровье, это очень опасно с точки зрения общей военной ситуации. Поэтому Киев, и об этом, кстати, говорят контакты МИДов, Украины и Приднестровья, заинтересован как раз таки в том, чтобы все как можно скорее улеглось, а не в эскалации. По крайней мере, до окончания войны. А там, конечно, возможно уже варианты. Что ж, будем следить за развитием событий, все рассказывать вам. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Сегодня еще будем обязательно подводить итоги уходящего дня. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь на наши каналы. Ясно, понятно, страна Юэ Медведева Про, где, кстати, буквально недавно вышел ролик про Германию, где я общаюсь с украинцами. Мы говорим о том, как они устроились, чем они сталкиваются в Германии и лучшая ли там программа для беженцев. Если не успели посмотреть, обязательно посмотрите на канале Медведева Про. Называется «Нерезиновая Германия». Я понимаю, двузначно звучит, но тем не менее. До скорых встреч. Совсем скоро увидимся. Пока.